Мы помним, мы гордимся. Под таким лозунгом прошел в Щелкове, в универсальном спорткомплексе Подмосковья, второй футбольный фестиваль-турнир, который называется Кубок Героев. Он посвящен 12 городам, с которыми были связаны главные сражения Великой Отечественной войны. Первый турнир прошел в феврале в Балашихе, и его проводили в честь снятия блокады Ленинграда. Второй посвящен городу-герою Смоленску. На этот раз состязаться в мини-футбольных баталиях приехали 8 команд мальчишек в возрасте 8-9 лет из Щелкова, Балашихи, Орехова-Зуева, Королева и Ногинска. Этот турнир – это наша честь и дань памяти нашим прадедам, дедам за то, что мы народ-победители. И считаем, что дети должны гордиться той страной, в которой они живут. Прежде всего, мы должны гордиться той историей, которая у нас есть. Старт с состязанием в честь города-героя Смоленска дали представители администрации городского округа Щелкова и местного депутатского корпуса, который представлял герой России Анатолий Андронов. Эти ребята, они сегодня смогут проверить те навыки и умения, которые им дали наставники-тренеры именно в состязательности, в соревновательности. Но победитель будет один. И несмотря на это, никто не будет побежден в целом, потому что они приобретут каждое что-то, то, что нужно улучшить, добавить. Одно из самых важных приобретений на фестивале-турнире – проверка командной игры, обретение чувства товарищества. «Прежде всего друзья, команда, но остальное уже мастерство, которое будет прогрессировать, будет футболистом, не будет футболистом, но останется команда, останется сплоченность, дружба». «Мне очень нравится играть в футбол, потому что там есть вот такие вот прям мощные голы, мне нравятся. Я тоже хочу их так же бить». Турнир также называется фестивалем, потому что на нем представлена интересная образовательно-развлекательная программа. Прямо в зале квадрокоптеры, запускаемые юными умельцами из кружка робототехники «Кванториум Балашихов», выделывали сложные виражи. Забавным теннисно-футбольным поединком удивили зрители-игроки щелковской команды «Газпромбурение». Турнир получился таким содержательным еще и благодаря участию в его организации спонсора «Газпромбанка». Все игры на турнире были короткими – два тайма по 12 минут. В финале встретились команды из Балашихи «Зеленовка» и мини-футбольного клуба «Щелково». Удача улыбнулась гостям. Они заняли первое место. Третьими стали юные футболисты из Орехова-Зуева. Награждение победителей проходило весьма символично. В нем принимал участие наш земляк, участник Великой Отечественной войны Петр Византийский. Андрей Циханович, Александр Оржевский, «Щелковское телевидение». Продолжение следует...